так все ребят добрый вечер это еженедельный обзор фьючерсных рынков wall street онлайн вот всех вас приветствую вот начинается период праздников в америке уже они потихоньку начались вот и сегодня мы за две недели попробуем это все разобрать и подготовиться к следующей неделе как обычно был небольшой перерыв два раза не было две пятницы не было обзоров ну вот теперь уже как минимум до нового года точно не будут вот значит начнем первым делом с ребят которых получается торговать публичного рейтинга давайте быстренько пробежимся по лидерам по основным рынкам и так возьмем сразу сон и вот у нас уже есть такая первая десятка хупер очень большое количество сделок две с половиной тысячи из которых всего лишь 471 убыточная надо смотреть анализировать возможно там есть даже какие-то интересные вещи вот весна второе место 8 сделок 5 отрицательных но ему не помешало заработать 225 процентов багман две сделочки и все и этого хватит в принципе думаю что это наверное самый оптимальный вид торговли океан 5 тоже 4 4 место 4 сделки вода лучшая серийность у него воды и в принципе по снп неплохая серийность и по ртс мы это ртс сейчас рассмотрим вот у нас получается первая первая шесть позиции выше ста процентов ну и его семь а 90 процентов потом идет ремарк sky one в этом контракте он чего-нибудь так натворил вот но все равно в плюсовых позициях и в первой десятке ну и космос тоже 4 сделки 2 плюсовые остальные тоже стараются в принципе если сравнивать с результатами лчи по крайней мере в нашем публичном рейтинге из 100 трейдеров 50 остаются всегда в ну не всегда но половина трейдеров как бы в плюсовых позициях в отличие от например других как бы рейтингов да например лучи там этот процент совсем мизерный вот в общем по снп и как бы ситуация такая ртс вот здесь более интересно здесь идет баталия просто так сейчас к плюсовым ребятам равным н 133 сделки 95 плюс 348 процентов на текущий момент и сейчас у него открыта покупка затем идет неизвестный в f394 91 без ника вода вот вот супер серийно 17 сделок 16 плюсовые заслужено третье место я бы даже ему дал первое принципе за серийность и затем идет тоже с отличной серийностью вас 27 сделок 21 плюсовая сто семьдесят один процент на текущий момент и у него сейчас висит продажа возможно даже позиционная электрон радует у него количество сделок снизилась но качество улучшилось хотя серийность не очень по плюсовым отрицательным позициям но стал дольше удерживать позицию то есть как бы соотношение стоп лосс и профит у него принципе приемлемая владимир р 80 сделок 38 плюсовые но все равно 163 процента серийность как бы 50 50 но как бы доход и убытки у него принципе сопоставимые так что он принципе зарабатывает иван nk в покупке сейчас стоит и у него 56 процентов на текущий момент то есть в принципе в чем как бы не то чтобы плохо декабрьский контракт ну как бы вот такой небольшой минус когда начинается период праздников рынок немножко либо становится достаточно таким вялым никуда не идет становится во флэк либо но движение волатильности уменьшается крупные игроки из рынка уходят поэтому как бы заработать уже в последний месяц особенно декабрь становится проблематично вождь он же индиан уже минеев 122 сделки 69 плюс почти 70 сделок плюсовые со 150 процентов плюсики а и ww это елена сон 1013 сделок 124 плюсовые свыше 100 процентов за ну практически два месяца уже есть не радует серийность принципе качество сделок все лучше лучше с каждым контрактом причем те кто зарабатывают они в принципе часто попадают хотя бы в первую высадку точно возьмем также популярный у нас инструмент евро в в 393 77 безника 6 сделок 5 плюсовые скорее всего один без убыток 700 практически процентов то есть вот это вот я понимаю да вода 3 сделки 3 в плюс как видите третий инструмент вода либо на первом либо на втором либо на третьем месте отлично торгует принципе посмотрите его сделки есть чему поучиться арти и 4 сделки 2 плюсовые почти 400 процентов в принципе для евро это неплохо даже хорошо я ворский сорок две сделки 40 плюсовые вот это я понимаю вот этот рейдинг просто не слов я рад shift 174 4 сделки 2 в плюсовые две отрицательные но не помешало ему заработать 272 процента опять же sky one 10 сделок 8 плюсовые он уже раньше на снп на ртс фигурировал теперь я вижу и до евро он добрался в принципе тоже с позитивным результатом я его знаю этого человека поэтому я не удивлюсь что и на евро у него получается неплохо открывать позиции фэд петр 30 сделал 26 плюсовые серийность как бы как видите у лидеров достаточно очень высокая миска кей нет как ты так в покупке состоит 8 сделок и 212 процентов у нас уже есть и дальше тут вв 390 65 397 397 60 открыта покупкой 200 процентов есть то есть еще пока он не зафиксировал не не закрывал ни одну позицию неплохо принципе первые места достаточно очень интересно люди торгуют это ситуация по рублю я думаю будет интересно многим как на паре доллар рубль люди справляются вождь на первом месте 7 сделок 5 плюсовые сто восемьдесят четыре процента плюс айке 36 сделок 23 плюсовые неплохо 177 процентов хост одна сделка и этого в принципе хватило чтобы сто шестьдесят один процент достать из рынка и вот митсу 249 сделок и 44 плюсовая вот это я понимаю присмотритесь достаточно интересной сделки вот кто торгует именно на этой паре вот нет . су 2 вот там вот-вот покопайтесь посмотрите может что-нибудь для себя возьмете хупер он же у нас на снапе вроде был первый и тут тоже он принципе неплохо себя показал 20 сделок и 15 плюсовые дальше идет малекс папа две сделки и одна в плюс и макосин тоже с очень хорошей серийностью и чарван тоже кстати часто он в лидерах часто он как по крайней мере первой десятке инсайдер 50 50 у него серийность ну как бы дальше принципе не смысла рассматривать давайте заглянем может на нефти кто-нибудь поработал и еще заглянем золото забыл на нефти новый контракт поэтому там сердце не нечего смотреть ну принципе неплохо американец нарубил уже шесть делок плюсовые давайте лучше золото посмотрим эльза и биопсихоз первая тройка свыше 90 процентов и вот золото сейчас мы посмотрим на золоте ситуация хуже смотреть нечего вот такая ситуация сейчас по публичному рейтингу трейдеров которые используют программу волфикс и торгую через нее вот так что я вам рекомендую тем кому интересно вы можете их сделки все рассмотреть вы открываете авто фоллов деск просто клацаете два раза на трейдер на трейдера который вам интересен да например серийность либо доход процентах и открывается график где вы можете видеть прямо на графике его сделки где он открыл где закрыл то есть вы можете проанализировать его примерно поведением вот теперь переходим к событиям новостям которые ждут нас на следующей неделе значит на этой неделе в принципе были такие события как в незавершенной продажи на рынке недвижимости понедельник принципе отчет был чуть хуже но я не думаю что на индексы сейчас это очень сильно повлияет отчитался по ввп британия принципе как ожидали и на том же самом уровне так и стоит ввп и годовой принципе квартальный снизились базовые заказы на товары длительного пользования буквально совсем немного но я думаю что за декабрь за январь они очень быстренько эти показатели вырастут а вот следующая неделя она очень будет насыщена по америке там просто в среду в четверг и пятницу будет просто новостной коллапс international trade new home sales gdp jobless claims и employment situation это все будет следующей четверг и пятницу поэтому штормить будет именно в эти дни и как раз и сын пи как бы застыл на 1800 я думаю что весь wall street ждет именно этих отчетов следующей четверг и пятницу чтобы создать волатильность ну и дальше уже будем смотреть по происходящему событиям поэтому следующая неделя особенно ее вторая половина будет очень очень насыщена давайте еще посмотрим может но в других странах будет тоже какие-то интересные отчеты но по америке на следующей неделе я специально еще смотрел через неделю там тоже будет очень много отчетов уже там где-то 18 числа будет очень важный отчет там федералка будет вроде заседать если не ошибаюсь вот поэтому там тоже будет немножко штормить и так по другим странам на следующей неделе в понедельник будет отчитываться по индексу производственной активности деловой активности производственной активности германия китай и америка вот но я думаю что в основном весь волк стрит будет следить непосредственно за седой четырехом и пятнице когда будет америка отчитываться австралия по процентной ставки планируют что оставить 2 и 5 отчитается также на в среду по ввп ежегодному дальше канада в среду по процентной ставки пока думают что ставят на одном проценте и британия процентная ставка в четверг полпроцента я ну как бы считают аналитики что оставят примерно на этом же уровне и объявление постоянной ставки по европе ну 0 25 куда уже ниже то есть принципе вот поэтому из особо каких-то таких новостей из других стран я думаю будут следить непосредственно за тем что как отчитается америка вот то есть среда четверг и пятница вот будет очень волатильна очень будет носить поэтому те кто уже приготовились к таким движением вот готовьтесь понедельник вторник будет более-менее раскачка вот среду четверг и пятницу будет действительно очень сильно штормить и так переходим к обзору начнем по традиции с и сын пи итак мы на максимуме просто 18 12 с половиной сын пи просто не может успокоиться такая как бы во первых ки 3 во вторых вроде как бы отчеты пошли безработица вроде меньше стало немножко вот плюс еще новогодние ралли и праздники черная пятница то есть ну в общем падать не хотят да вроде как бы и покупать уже поздно и опасно но падать абсолютно не хотят и сын пи держат причем обратите внимание забыл включить свою палочку для рисования вот видите ликвидность все меньше и меньше то есть но все равно котировка просто бьет максимум обновляет 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 поэтому как бы любое движение вниз будет восприниматься как как вот здесь до будет достаточно немножко колебаний поэтому я думаю что на следующей неделе если будут какие-то серьезные отчеты негативные либо что-нибудь кто-нибудь выскажется достаточно плохо но я не думаю что там особо нам перед новогодними праздниками такое произойдет но могут скинуть принципе под конец контракта уже получается у нас ноябрь заканчивается буквально заканчивается контракт вот вот этой неделе осталось грубо говоря следующая неделя как раз будут серьезные отчеты 9 по 13 будет серьезные счеты и вот здесь уже будет как бы старый контракт декабрьский переходить на новый контракт на мартовский вот поэтому контракт уже себя грубо говоря изжил свое движение и я думаю что как раз под эти серьезные новости которые будут на следующей неделе и через неделю потихоньку будут скидывать позиции крупные игроки и уже размещаться потихонечку потихонечку на мартовском контракте вот поэтому как бы вот такая ситуация так отметим ключевые уровни которая в принципе уже есть это 1750 вот здесь у нас базовый уровень основной то есть он сейчас пока является приоритетным до этого он был на этом уровне до в начале контракта отсюда мы ушли здесь была загрузка перед этим мы не забываем что был сброс байеров и мы ушли да то есть сначала у нас был основной уровень здесь 1677 по 1696 мы его выделим как поддержка потому что цена распределилась на покупку затем была загрузка здесь и вот промежуточная еще загружка загрузка мы также выделим это 1785 по 17 давайте 95 ровные цифры вот такая ситуация то есть одни поддержки и вот здесь у нас а это все уже новогодний ралли то есть там будет небольшой как бы flat вот и уже на следующей неделе начнется какие-то колебания волатильности как раз под эту волатильность будут потихоньку выходить крупные игроки вот поэтому вот эти поддержки и их нужно будет кстати для себя зафиксировать но я думаю мы на следующей неделе это сделаем они будут нам служить ориентиром как бы на новом контракте на мартовском так ребят пока давайте без обсуждений давайте немножко попозже мы про проконсульт про что со связью раз как слышно как слышно слышно нормально отлично значит уровни сейчас ближайший ключевой уровень 1785 1795 вот эти 10 баксов отметить там размещались вот поэтому если котировка уходит ниже данного диапазона может в принципе начаться как бы корректировка уже декабрьского контракта следующая как бы станция после пробития вот этого уровня у нас является 1750 1767 если вот этот пробьют отсюда могут еще как бы корректироваться вот такие могут быть движения то есть могут просто загнать и сын пи в этот коридор и и не выпускать его туда до то там 16 18 декабря вот поэтому такая ситуация будут ли уходить дальше выше те кто держит покупки в принципе ну как минимум если у вас где-нибудь открыта покупка позиционно в этих диапазонах здесь можно поставить какой-то безубыток плюсовой безубыток то здесь будет опасно ставить сейчас безбыток но если вы спланируете выходить то это как раз будет достаточно такая интересная точка выхода вот покупать здесь дальше я не вижу смысла и уже принципе поздно контракте безживает ну разве что спекулятивно там пробовать какие-то покупки но я бы это делал например после какой-то коррекции вот сейчас это просто опасно и и заходить на продажу тоже тяжело потому что вот буквально через выходные вот понедельник-вторник мы еще как-то там проторгуем в среду четверг уже будет штормить вот примерно наверное вот в таком режиме как вот здесь вот начнется вот такая вот лихорадка и будет просто потихоньку выходить поэтому совершать какие-то действия на продажу можно будет чисто спекулятивно как раз вот эти вот моменты колебаний давайте выделим сейчас текущую неделю в принципе что из нее можно взять то что два раза поддерживали котировку не пускали ниже на уровне 16 18 99 75 по 8 18 0 1 с половиной здесь и в понедельник и вторник просто агрессивно поддержали котировку не пустили ниже и обратите внимание просто как стена до среды не не трогали вообще 18 01 вот просто как будто был приказ не не пускать ниже вот все ядро сосредоточено 18 02 18 0 6 пятница пока что висит на максимуме то есть сейчас как бы новогодний ралли поэтому поведение котировки как видите ликвидность упала то есть крупные игроки сейчас практически наверно не принимают никаких никакого участия просто в текущих торгах ну как бы они есть но не так активно активно вот то есть поэтому и котировка она стоит во флете и все просто ждут следующей недели поэтому да могут быть на максимуме все равно нужно ждать понедельник если понедельник открывается ниже нашего базового уровня то есть 18 02 18 0 6 можно будет расценивать в это как возможное проявление селлеров да то есть они начинают заходить либо байеры начнут массово выходить это создаст дисбаланс на продаже если массово крупные игроки начнут выходить и уже переносить позиционный контракт это создаст коррекцию хотя бы как минимум вот то есть смысл заходить еще с 18 12 18 0 5 на покупку крупными суммами если уже скоро нужно будет выходить и заряжаться на мартовский контракт поэтому вот этот уровень как ключевой вот это уже как шлагбаум для продаж если пробивает 17 99 75 18 0 1 5 ну тогда уже отпускают котировку и после коррекции можно будет поработать 18 0 2 18 0 6 но здесь не особо это и ликвидная была неделя то есть как бы его брать как просто ориентир то есть какие-то это не была площадка для загрузки вот поэтому это просто нужно брать как такой индикаторный диапазон ориентир как бы возможный для открытия кита продажность но покупать в принципе я я я не решаю здесь вообще даже комментировать такие моменты как покупка вот декабрьский контракт отлично прошел с 16 по 18 вот поэтому дальше уже держать в принципе или даже открывать позиции немножко будет ну не то чтобы опасно но нелогично да то есть в принципе и так неплохо котировка уже себя показала сейчас одну секунду кое-что хочу показать вот по открытому интересу в сэнпи пока не нет нет по показателю жесткого выхода из позиции пока что буквально немного здесь если мы заметим были там 2 2 миллиона 800 буквально снизились до 2 775 вот но каких-то массовых ажиотажных выходов из позиции нет то есть позиции открыты они удерживаются то есть когда ну просто сами следите уже за открытым интересом когда начнет он падать то это будет первый признак того что он начинают покупки закрывать ну и можно будет поработать как бы от шарта то есть когда начнут скидывать покупки это будет видно принципе по открытому интересу этой сэнпи и как видите ликвидность слабая вот все будет на следующей неделе то есть уходит ниже 18 08 06 можно будет попробовать поработать на продажу ртс вот такая ситуация вот здесь был бы был у нас уровень последний как бы последняя поддержка но так как нефть еще дальше снизилась причем достаточно таким резким движением похожим на сброс с топиков но мы сейчас посмотрим буквально на следующей неделе будет понятно вот тем самым ртс отреагировал точно так же давайте выделим ключевой уровень это уровень за контракт самый крупный здесь 142 300 143 600 размещали здесь покупки в начале контракта потом якобы немножко поддержали но вот здесь еще пару сессий добавили здесь объем поэтому не является ключевым ключевой уровень где формировали шарты это 148 600 по 150 его отметим то есть принципе он нам даже пригодится на мартовский контракт так как здесь была разворотная ситуация достаточно такая мощная крупная модель на разворотность загрузили продажи сбросили стопы снова да загрузились и ушли это классическая схема а вот можете даже по истории посмотреть такое очень часто происходит поэтому 148 500 150 отметим как сопротивление и промежуточный такой уровень где селлеры действительно не пускали выше здесь было до загрузка продавцов и здесь две сессии не пускали выше то есть также было сопротивление и как видите недавно здесь также 145 500 протестировали поэтому на ближайшее время если будет тестировать это уровень можно будет попробовать его еще еще один раз на предмет сопротивления это ключевые уровни здесь пока как видите тестируют 140 вот из-за движения нефть я думаю что именно сейчас только из-за этого ртс себя так ведет вот ну на следующей неделе уже они начнут немножко подключаться их под снп потому что будут действительно важные отчеты и новости идти непосредственно с американского рынка итак ключевой уровень базовый 142 300 143 600 это уровень контракта здесь прошло больше всего крупных сделок за декабрьский контракт и основное сопротивление 148 500 150 здесь была разворотная реверсивная точка по декабрьскому контракту на ртс там больше всего прошло сделок крупных что вызвало дисбаланс на продажу и промежуточное сопротивление 145 500 146 600 тоже возьмите на заметку для тех кто торгует среднесрочно либо же позиционно выберем неделю а еще хотел по открытому интересу на уровне контракта если брать обратите внимание как вот это вот эти лаи сейчас активно начали загружать видите начали открывать позиции то есть вся вот эта схема проигнорировали вот только сейчас вот эту точку начали подгружать поэтому здесь может принципе но могут поддержать индекс ртс вот поэтому если они резко скаканут до 143 144 но это может быть неплохая поддержка также хотел показать что на уровне дневной дельты сегодня массово даже учитывая по инициатору сделки то есть видите с 25 по 28 в основном была отрицательная дельта то есть работали продавцы сегодня уже на 70 тысяч контрактов больше идет покупок то есть инициаторов на покупку поэтому вы вот эти все объемы нужно будет отметить мы сейчас это сделаем на срезе недели текущей то есть они заметили что нефть резко начал уходить чуть выше ну и под эту тему начали подгружать быстренько открывать позиции итак ртс этой недели и отметим вот эту точку она самая интересная вот прям под вот этот весь диапазон даже можно здесь 140 139 300 по 140 вот здесь была загрузка выделим в качестве поддержки то есть если на следующей неделе не будут ртс пускать ниже данного диапазона может быть вполне выстроиться вот блюдце как техническом анализе разворотная ситуация вот то есть они возможно уже здесь подгружали покупки сбросили стопики и здесь опять грузится как видите пятница закрывается практически на максимуме но она принципе там и закрылась поэтому 139 300 140 возьмите на заметку на следующей неделе как возможную неплохую поддержку потому что в принципе там начали открывать много позиций вот в общем контролируйте этот диапазон так как у нас по дельте была основного с 25 числа отрицательная дельта мы эти уровни сопротивления сейчас и выделим на следующей неделе они нам пригодятся и так понедельник понятно здесь все все с ним понятно здесь просто продавали не особо там никто не думал ни о чем 144 500 145 270 потом вот этот уровень промежуточный это вторник он полностью там был под контролем продавца совсем не хотели покупать 141 800 142 650 здесь практически весь вторник мы выделяем весь вторник а вот здесь в принципе все аукционы были только на продажу и среда как видите абсолютно не ушла выше то есть понятно что там был дисбаланса не давили достаточно про продажами в принципе можно заходить даже кусок среды вот здесь вот 141 700 вот у нас диапазон возможного сопротивления как раз туда и стремится котировка в среду все таки пытались вот здесь поддерживать как видите два раза да и пытались держать котировку более-менее в этом состоянии четверг из-за нефти снизилась еще ниже котировка вот поэтому уровень основной основной уровень как бы ядрок неделю у нас мышка дергается 140 400 по 140 100 не не 140 50 вот вот этот уровень мы берем как базовый то есть грубо говоря ядро недели это у нас промежуточное сопротивление да то есть могут быть здесь и здесь с этими уровнями какие-то баталии могут не пускать выше и особенно если будет нефть снова корректироваться падать ниже вот это присмотритесь может быть интересным уровнем в качестве поддержки то есть учитывая что ртс очень долго снижается могут скидывать продажи плюс еще здесь подкупить если будут ориентироваться что нефть будет немножко дорожать вот поэтому если ртс будет удерживаться выше 140 140 1 500 в принципе может быть такая ситуация что возьмут хотя бы коррекционный какой-то момент вот так вот значит это был ртс переходим на валюты давайте сразу возьмем рубль потом евро и фунт итак базовый уровень мы сейчас выделим 32 3 5 по 32 780 это у нас уровень основное ядро контракта можно так сказать здесь и в начале контракта грузились и здесь был основной аукцион и до загрузка покупателя была здесь уже после вот этого разворота как видите была даже защита здесь уже вот у нас вторичный уровень 33 то есть 33 3 0 все верно по 33 175 вот у нас такой диапазон мы его выделим много другим цветом 33 33 175 то есть технически вот размещение объема которое происходит здесь в принципе если начинает уходить рубль за пределы 33 это в принципе могла быть загрузка на продажу это снятие стопу то есть такая скайма если происходит можно будет здесь поработать поискать какие-то точки на продажу то есть но держать продажу нужно будет аккуратно потому что у нас здесь идет как бы ключевой уровень ядро здесь во первых была до загрузка байеров защита да поэтому здесь может быть некий как бы дисбаланс в этом плане то есть 32 3 пятерки 32 780 просто присмотритесь если будете держать продажу вот этот уровень должны пройти если не пробьют да то есть не продают этот диапазон там может быть еще какая-то поддержка проходить давайте выделим все поддержки это у нас минимум контракта 31 950 32 090 потом снова пару сессий с была загрузка 32 235 по 32 340 ну этот уровень знаете то есть загрузка до загрузка снова 3 сессии простояли создали дисбаланс то есть вот трехэтапная такая была загрузка на покупку и сейчас вот ключевой уровень на которой стоит обратить внимание то есть 33 3 0 33 175 сейчас можете себе прямо выделить и на следующей неделе его как бы мониторить то есть если не пустят ниже 33 тогда либо флэт в этом диапазоне либо уход наверх то есть как бы может быть и то и то потому что ну сразу говорю сейчас сложно как бы прогнозировать по поведению котировки во первых новогодний ралли во вторых на следующей неделе действительно очень много ключевых отчетов новостей с как бы американских берегов вот ну вот уровни вы знаете посмотрим открытый интерес по рублю за контракт ну как видите здесь по отличие от ртс снижение на ртс игнорировали немного здесь достаточно работают стабильно то есть здесь нет каких то провалов особенно единственный провал был в контракте это вот это снижение скорее всего не верили ну понятно здесь была дозагрузка то есть основная загрузка была в этом диапазоне поэтому эту поддержку которая выделила самого саму нижнюю она самая одна из ключевых поддержек сейчас работает на обычном уровне ну в принципе то есть здесь нет как бы отсутствие особо интереса то есть здесь есть интерес к этой котировке причем достаточно ну на неплохом уровне даже выше чем то что было в начале поэтому отсюда могут идти достаточно неплохо то есть я думаю до следующей недели как раз будет это движение опять же первым признаком будет того что работают селеры пробьют вот этот вот ближайший ключевой уровень ну и дельту давайте посмотрим дельта вся пестрит покупателями ну в принципе это понятно с 18 числа там вот даже 23 10 только покупатели работают как видите каждая сессия ничего ничего кроме покупателей буквально одна сессия была 14 числа вот вчера ну вчера понятно вот то есть и сегодня 47 тысяч контрактов больше на покупку то есть вот такая схема по валюте доллар рубль каких-то агрессивных продаж пока что дельта не показывает поэтому все ждут на самом деле следующей неделе я тоже так давайте возьмем теперь евро тоже сейчас интересная ситуация именно с этим инструментом вот значит вся баталья на евро то есть все 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 сделки ключевые проходили 3 4 85 35 55 так вот пятерочками выставлять ну во первых здесь плита в начале контракта была я вообще удивился что в начале контракта на евро идет такой флэт обычно они очень дерзко поступают вот далее один из таких ключевых уровней где была загрузка на покупку 33 с половиной по 34 то есть это вот такая ключевая поддержка здесь был реверс и в этот уровень надо будет взять даже на мартовский контракт на всякий случай как видите даже поддержали вот и основная такая ситуация на разворот это было 38 37 60 38 10 вот и сейчас как бы очень важен диапазон это 37 по вплоть до 36 то есть сейчас как раз котировка евро зашла в такой как бы диапазон сопротивления то есть здесь был как бы дисбаланс минус развитие вот и в принципе если позиционно ну как бы там ближайшие несколько недель как бы евро доллар не пробивает этот диапазон 36 37 может быть разворотная схема причем опять же тоже ликвидность падает с каждым днем ну учитывая понимаете здесь как бы такая сезонность работает тут как бы нужно найти вот эту золотую середину вот есть это не то что просто торги идут здесь действительно новогодние праздники и вот весь декабрь может быть очень плохая ликвидность ну то что на следующем деле она появится это сто процентов потому что как раз это такие для wall street халявные деньги вот как видите на евро вот этот весь рост абсолютно идет без особо какого-то сильного ажиотажа скажу так то есть то что здесь на открывали продаж это понятное дело и их просто вот постепенно вывели и никто особо серьезно не входит как видите никаких особо интересов к тому что сейчас растет котировка нет как видите как только появится открытый интерес тем более уже декабрь заканчивается но в плане декабрьский контракт буквально две-три недели осталось последней недели вообще как бы не в счет идет то есть буквально вот эта неделя следующая ну и все и мы начинаем готовиться к мартовскому контракту вот то есть этот рост особо не не приняли да поэтому у него особо нет топлива для продолжения ну как я сказал если не пробивает наш диапазон который указал 36 37 может быть сетей снижение поэтому если пробивает 37 да возможно начнет какой-то те ажиотаж и поверят в рост но пока пока как видим по открытому интересу особо этого не видно опять же уровне 33 53 4 была загрузка байеров тут активно даже по ликвидности видно самая пиковая ликвидность была поддержали ядро не ядро контракта 3 4 85 35 55 то есть относительно ориентируемся и а вот такой вот дисбаланс уровень дисбаланса 36 37 вот как сопротивление ну если мы сюда дойдем в этом контракте это будет чудо выделим уровне этой неделе опять же неделя такая полурабочие новогодние праздники начались понедельник купились стандартная схема разворота да во вторник поддержали даже чуть-чуть буквально максимум и протестировали понедельника и сразу оттуда ушли вот здесь даже была до загрузка под вечер 35 60 вот здесь вот протестировали и вот здесь я думал будет в среду разворот но как видите пока идет новогодний ралли все равно котировка медленно постепенно но пухнет вверх как видите в максимум просто уже раза 3 или 4 36 20 не могут осилить вот возьмем на предмет возможного сопротивления на следующей неделе то есть если будет дисбаланс понедельник в таком режиме в принципе можно будет 36 там 36 20 пощупать на предмет продаж вот такая ситуация пока что как бы мы видим что все объемы проходят здесь но это из-за того что не потому что крупные сделки идут потому что здесь очень долго стоит котировка здесь все суммируется как бы вот поэтому вот этот диапазон ну даже его можно взять в качестве индикаторного диапазона уходит неделя ниже можно будет пощупать здесь на предмет сопротивления или закода продавцов 35 95 36 20 вот фунт тоже интересная ситуация пока там евро еще думает фунт обновляет максимум практически уже третий день вот мы сейчас немножко повысим лимиты вот и выделим сейчас топовый уровень у нас по фунту этот 60 20 пускай будет ровная цифра и 61 вот у нас ядро контракта вот здесь у нас как видите декабрьский контракт по фунту можно назвать флэтовым то есть из всех контрактов он не не трендовые разворотные он просто флэтовый то есть взяли коридор 62 50 59 да и просто вот они протоптали его сейчас идет дисбаланс то есть принципе если тенденция сохранится то возможно даже мартовский контракт будет плясать выше поэтому вот этот контракт нужно будет вот 62 59 выделить в качестве как бы такой платформы от которой нужно будет отталкиваться мартовском контракте то есть если они но не будут уходить ниже 62 то возможно будет набирать обороты там эти там до 65 возможно так вот сопротивление на максимуме его уже несколько раз тестировали 61 90 пробили 62 30 вот есть на фунте ралли новогодний идет просто на всю катушку вот здесь очень много раз пытались осилить и все таки вот как раз подрали это произошло может быть что на следующей неделе они резко вернутся обратно но тогда уже будет совсем другая история и 59 просто на количество раз тоже вот начиная с первых сессий которые размещались уже на декабрьском контракте эти первые две сессии они там сразу дисбаланс создали здесь энное количество дней раз два три четыре пять шесть поддерживали котировку здесь две ну нормальное количество 59 поддерживает поэтому это заслуженная поддержка и вот ядро то есть принципе мы вышли из диапазона набора ну пока это не можно назвать особо вышли учитывая что сейчас идут новогодние праздники но вот с 59 фунт идет без остановок уже ну вот достаточно долго начиная вот с 12 11 идет и идет и идет уже как бы несколько недель причем без остановок возможно там на следующей неделе начнут скидывать это будет эти коррекции там 64 как раз у нас уже на подходе но без остановок идут просто на урах хочу отметить вот этот уровень здесь была до загрузка покупок как мы видим две сессии даже поддержали этот уровень то есть принципе отметились это 616150 вот здесь вот была загрузка еще покупок поэтому ближайшее время если будет коррекция здесь можно будет посмотреть на предмет поддержки снова вот такая ситуация по фунту то есть принципе в ралли здесь идет на полную катушку дисбаланс я думаю что здесь как бы нужно понимать что и в принципе цел стопы могли сработать то есть вернее buy стопы вот тем самым как бы ну ликвидность как видите две сессии пока минимальная возможно просто тянут для снятия стопов если в на следующей неделе резко возвращается обратно то мы будем учитывать это как снятие стопов у соляров которые грузили здесь вот возьмем сейчас давайте еще возьмем посмотрим открытый интерес по фунту вот чем 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 стоит отметить здесь не падает открытый интерес вот это движение сопровождается наоборот входом позиции то есть открывает 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 то есть как бы если бы здесь не было снятия стопов открытый интерес бы просто ну снижался бы хотя бы на так на такую отметку но здесь как бы встретили позитивно рост как бы открываются позиции и принципе если на следующей неделе это продлится возможно после коррекции можно будет даже спекулятивно попробовать поработать на покупку вот если вы заметите как снимали стопы вот здесь вот это движение вниз быстренько начала меняться совсем там ситуация по открытому интересу и все вот это дело только набирает обороты то есть особенно сейчас самая пиковая точка да здесь могут зайти сейчас на продажу поэтому очень важно дождаться следующей неделе понедельник вторник и в среду будет уже все понятно вот поэтому максимум и на максимум и показатели открытого интереса на максимум может быть совсем реверсивной точкой вот эти моменты мы тоже можем выделить да вот здесь вот как раз чуть постояли и ушли поэтому то что сейчас идет топовые да показали открытого интереса это может быть совсем обратной ситуации то есть но интерес очень высокий то есть это не снятие стопов возможно здесь загружает 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 поэтому вот эти два дня мы сейчас отметим давайте еще глянем на всякий случай открытый не вернее дельту как видите дельта на 1482 контракта больше покупок вчера было на 287 ну грубо говоря нулевая там не учитывается сейчас 1475 контрактов больше покупок ну возможно это действительно снятие стопов то есть как видите и загрузка продавцов 1489 контрактов мы будем смотреть учитывая что сессия держится на максимум и максимум и контракта вот плюс как раз под выходные интересная ситуация уровни недели отметим итак понедельник плюс торник загрузились на покупку выделим несколько уровней 6135 6165 в принципе тут тоже можно захватить этот коридор загрузка до загрузка и вот здесь тоже очень агрессивно покупали начиная вот с 6254 это все вот была закупка поэтому вот эти уровни спекулятивно те кто торгует интродей вот можно будет попробовать на предмет как раз вот этой ситуации сейчас мы кстати 27 11 надо посмотреть 27 11 вот она у нас здесь было очень много продаж как видите на 2 800 больше то есть технически если предположить что здесь на самом деле грузили продажи а вот это все движение чисто новогодний ралли вот то котировка если уйдет уже ниже 62 80 и не будет особо стремиться наверх то может быть коррекционный момент и тогда можно будет поработать ну учитывать даже вот этот уровень вот эти уровни 63 45 62 63 22 в качестве сопротивления то есть если резко уйдут то есть ну как бы мы можем догадаться что котировку могут тянуть для того чтобы снять стопики тем кто здесь продавал здесь самая ликвидная сессия и больше всего там была дельта на продажу поэтому здесь могли снимать стопой плюс сегодняшняя как бы дельта на покупку на максимуме может именно об этом и сигнализировать поэтому если произойдет резкое движение в понедельник либо вторник к 62 50 это будет как раз говорить наверное об этом нефть давайте возьмем как раз за за осень всю нефть мартовский контракт по фунту попросили переключить я просто не всегда читаю комментарии как бы чтобы не отвлекаться ну вот мартовский 700 контракт 700 контрактов кто-то разместил уже вот как мы видим причем это могло быть это на новом контракте уже 658 контрактов кто-то в новом контракте уже бабахнул по 63 63 15 на фунте причем 114 117 ну уже мартовский начинают потихоньку осваивать то есть и самые хитрые уже потихоньку себе готовят вкусные места то есть пока мы тут разбираемся что делать типа в декабрьском уже люди размещаются причем как бы я за года заметил что пока мы пытаемся закрывать декабрьский контракт уже люди открывают себе мартовский торгуют там себе спокойненько да причем тут движение идентичные вот поэтому уже присматривайтесь где бы разместиться на новом контракте если вы позиционщик давайте возьмем за сентябрь вернее за осень как бы изменение котировки по нефтянке ну как бы алекс монако вот уже люди пошли первые размещаться уже есть первопроходимцы вот почему могла дельта по ртс у быть плюсовой здесь очень большой объем прошел на 92 есть даже предпосылки что вот эта вся загрузка была перед походом наверх и вот сейчас идет как бы обратное движение то есть если нефть буквально там на следующей неделе как раз под ажиотаж америки здесь остается и начинает идти на 95 96 то то что мы выделяли по ртс в принципе может быть действительно поддержкой здесь прошел колоссальный объем в очень плотном диапазоне 92-13-92-45 вот мы сейчас даже по дельте посмотрим вот это очень крупная машина здесь просто размещается сумасшедший кэш вокруг 94 вот то есть технически это мог бы спокойно сброс стопов если не уходит котировка на следующей неделе выше 94 то понятно да мы идем на 91 91 с половиной но у нас впереди зима и как бы в принципе даже учитывая топлива машины потребление нефти грубо говоря в любом случае зимой увеличивается причем в разы вот и как бы ну как бы если она будет расти как бы до сотки как бы это будет нормально то есть если она будет падать ну не знаю вот поэтому если нефтянка заходит 94 95 коридор осваивается идет выше то это было снятие стопов и принципе если вы где-то здесь зашли на покупку я думаю держите эту позицию будет интересно очень тем более что начался январский контракт если склейку отменю сейчас подгрузится чисто январский контракт вот такая ситуация произошла тут загрузили тут загрузили вот такая вот схема это вот размещение январского контракта чисто вокруг 94 все прошло вот поэтому если заходит обратно загружается и пробивая 95 вот эти две сессии у нас есть тренд наверх единственное если здесь не могут осилить и на следующей неделе мы уходим опять на 93 92 значит мы можем видеть 91 90 89 не знаю по каким причинам но это в принципе может быть пока что вот у нас индикаторный диапазон 93 70 94 60 осваивают цену уходят выше не 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 могут расширить байеры идем ниже вот этот к это ключевой диапазон давайте посмотрим нефтянку по дельте нам интересно на total сейчас и 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 на 5 500. То есть, в принципе, ситуация такая вот. Хотя здесь 22-го числа была только отрицательная дельта. Только, только отрицательная. То есть, ну, понятно, здесь было снижение. Вот. 5 500. В принципе, если байеры будут сохранять такую тенденцию по не электронной, то я думаю, мы выйдем на 95-е в ближайшее время. Там посмотрим. Очень много покупок, как видите. Но это еще как бы не говорит о том, что будет рост. То есть, здесь как бы 21-го числа тоже было на 7000 контрактов. Было покупок много. То есть, здесь могли уже загружаться на продажу. Сняли стопы селлером. Здесь байстопы на 7000 контрактов. И затем ушли. Здесь может такая самая схема быть. Загрузились на продажу. Сейчас отбирают стопы. И если это стопы уже селлеров, которые загрузили здесь на 4 500 и на 4 200 за 2 сессии, то как бы здесь начнется небольшая дозагрузка продавцов. И мы увидим в понедельник-вторник там дельту тоже отрицательную, как здесь. И поход ниже. Если это произойдет, то РТС может не пойти с тех уровней, которые я указывал. Поэтому нужно будет следить за этим. И выделим такие спекулятивные уровни. Но хочу сказать, что очень быстрое движение было. Обратите внимание, как здесь плотно грузились. И как отреагировали сегодня на эту котировку. Достаточно так активно. Поэтому и вот этот уровень мы выделим, как ближайшее сопротивление. 93.80, 94.43, если в понедельник не пробивают, то может быть снижение опять вниз. В понедельник может быть простоят, вторник простоят, как раз под среду, под этот ажиотаж. Если пробивают 94.43, мы уходим 95.96. За ней потянется РТС. Поэтому вот пока мы просто кольнули, скорее всего это возможно было снятие стопов. Поэтому нужно знать понедельник. Если вы где-то здесь купили, в принципе, держите без убыток ваши 92.60 как минимум. То есть нет смысла держать просто. Если будет разворачиваться, ну, могут конечно два еще протестировать. 92.20 и тогда вот такой уйти наверх. Но ситуация вот такая. Объем основной был здесь. Здесь вот резкое движение к стопам. Вот у меня такое ощущение. То есть в принципе и по дельте там много продаж было здесь. То есть если здесь покупали, здесь собрали все продажи. То есть получается если здесь были покупки, здесь были селл-стопы. Да, селл-маркеты. Там как раз у нас 27 число было большое там на 4.200, если не ошибаюсь. И вот сейчас идет рост по дельте плюсовое. Золото. там идентичная ситуация. На золоте февральский контракт уже. И вот я уже даже отметил уровни. Идет закупка. Скорее всего. Потому что протестировали же 12.30 и поддерживают. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сессий пока что поддерживают. Ну, надо учитывать, что скоро будет волатильность. И могут еще и скинуть. 12.59, 12.64, вот здесь вот была промежуточная загрузка продавцов. Это нужно учитывать. Вот. Вот это опорный уровень. Мы сейчас его выделим. То есть те, кто пытается сейчас золото купить. А в принципе есть все шансы. Потому что если нефть возьмет курс на 97, вот, плюс сейчас под новогодние праздники золотодобывающие компании немножко подзаработают денег на всяких ювелирках и прочей ерунде. И подарках. То есть в принципе почему бы на 1300, на 1280 хотя бы не сходить. Поэтому присмотритесь к вот этому уровню. Именно 12.40, 12.47, 50. Если будут его поддерживать хорошо, то хотя бы к этой блокаде придем. Хотя бы там до января. Вот. Поэтому вот такая схема. Сопротивление 12.75, 12.90. Это вот этот вот аукцион. Следующий. 13.10, 13.20 и 13.45, 13.55. Вот у нас продавцы. Продавцы. И вот немножко застыли. Это может быть не особо. Может быть даже просто коррекция. Но в принципе почему бы и не попробовать. Если они конечно же этот не могут осилить уровень, то тогда нужно будет обезопасить свою покупку и присмотреться где-нибудь продать с этих уровней дальше. Вот такая ситуация по золоту. На неделе давайте еще дельту посмотрим на всякий случай и открыть интерес по золоту. И вот обратите внимание на 4 тысячи контрактов. Это просто аномальная дельта. Очень аномальная. Причем по большей части она прошла здесь. Вот. 5 тысяч 57, 12.50, 2.5. Вот. Это нужно учитывать. Здесь просто прошла аномальная дельта. Давайте рассмотрим ее сейчас на среде дня. Вот она прошла в 9.00 на максимуме. Видите, здесь 6.30 тоже по золоту. Просто разрывают котировку по покупкам. Вот. Поэтому вот такая схема. Здесь очень много как бы 916 контрактов. Буквально за 15 минут больше дельта была на покупку. Ну, в сумме здесь очень большая суммарная дельта на buy. Очень суммарная большая дельта. А вот. Тем более учитывая, что здесь, если взять агрессор, ну, агрессора уже чуть меньше. Если взять не по тик директ, а по агрессору. Вот сейчас пошла уже отрицательная дельта после той закупки. Сейчас мы возьмем. Ну, вот такая схема. Если взять агрессор, да, то 1540 контрактов на покупку больше. Хотя здесь было 3 сессии просто ажиотажная дельта на продажу. То есть, мы могли стопы снимать всего что угодно позиционное. В общем, 12.56. Тот уровень, который я указал. 12.59, 12.64. Вот. То есть, если вы где-то купили по 12.42, 12.35, вот это ваш первый ориентир, который может доказать, будут байеры дальше расширять котировку, либо не будут. Вот такая схема. По золотам. Я жду золота на 11.80, 11.12. Ну, в принципе, как видите, и дельта очень, как бы, не пестрит, как бы, покупателями. Вот. Поэтому посмотрим. То есть, в принципе, сейчас под новогоднее ралли могут просто затягивать до 12.70. Если позиционно, то, в принципе, могут еще падать, почему бы и нет. Ладно, ребят, на сегодня все. Спасибо, что пришли. Хочу сказать, что кому интересно, 16 декабря будет базовый курс. Его ведет Елена Сон. Кому интересно, записывайтесь. Я еще буду вести мастер-класс по реверсу и курс по арбитражным парам, по статической информации. Кому интересно, пишите на WolfEx Education. Все, ребят, до следующей пятницы. Хороших выходных, хорошей недели. Не забудьте, что в среду, в четверг будет штормить. И в пятницу Employment Situation. Вот. Поставьте себе напоминание. В эти дни старайтесь торговать аккуратно. Вот. В понедельник, вторник будет примерно понятно, что они ожидают. Все. Всего хорошего. Жду в пятницу. В пятницу рассмотрим то, что натворила Америка. Вот. Это все мы отметим, зафиксируем. Мы будем потихонечку сворачивать декабрьский контракт и готовиться к мартовскому контракту. И, в принципе, к новогодним праздникам. Все, ребят, до свидания. Пока. До следующего обзора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok